...экрибутами цивилизованного человека, наших, голодающих, замерзающих, брошенных. Вот такой вопрос. Знаете, русскую поговорку, голод не тетка. А что делать? Ну, да, для меня голодалось, но и у меня было голодно. У нас был паёк ничтожный, а надо было копать, чистить окопы, забывать дрова, пешек, таскать снаряды. Знаете, вся эта война, которую мы вели, оболоннула, это огромный ежедневный труд. И он требовал сил, требовал, знаете, того, чтобы можно пожрать было. А жрать было нечего. Да, это всё непросто. Был рынок он, его запрещали, его отгоняли, но на пятницу никак. А немцы тоже имели свой хороший интерес сильный. Им нужна была водка, им нужно было... Вы знаете, они были не готовы к себе. Они... Бог знает то, что путались. Там было очень много обморожений. Я после войны читал записки врача немецкого фронтового, который рассказывал о страшных обморожениях возле первой зимы, очень суровой зимы, 41-42-го года. Да, такой рынок был. Он, кажется, сейчас каким-то странным, стыдным, может быть, не знаю. Но для меня это была нормальная фронтовая жизнь, которая сейчас, кажется, может быть, непонятной даже. Спасибо.